Сборная России по футболу, с позором вылетевшая с прошедшего чемпионата Европы, показала несостоятельность тренерского подхода к подготовке российских футболистов к соревнованиям подобного уровня. Председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин решил показать, как надо тренировать футбольную команду, чтобы та приносила своей стране победные результаты. Специально для этого был организован товарищеский матч между московским Спартаком и сборной Уссурийского района во главе с капитаном команды, опытным нападающим Алексеем Андрейченко, который вместе с командой посвящает тренировкам все свободное время. И вот выход на поле, команды занимают свои места, а Виталий Наливкин, вооружившись снайперской винтовкой, занимает позицию на верхней точке стадиона, чтобы контролировать ход игры и следить за действиями своей команды. И вот начало матча. Уже на первых минутах первого тайма становится понятно, что перевес сил явно на стороне Спартака. Сборная Уссурийского района, уступая спартаковцам в скорости и умении владеть мячом, уже на второй минуте пропускает свои ворота первый гол. Зная, что сразу его команда играть не начнет, Виталий Наливкин делает предупредительный выстрел в сторону капитана сборной Уссурийского района Алексея Андрейченко, напоминая тому, зачем он пришел на это поле. И вот уже инициатива на стороне Уссурийской команды. Получив заряд бодрости от тренера, нападающий Андрейченко вспоминает, что в футболе можно не только ходить, но и бегать, и, расталкивая спартаковцев, переводит мяч на их сторону. Однако развить атаку и прорваться к воротам соперника Андрейченко не удается, поскольку тот быстро оказывается на земле, обхватив правую ногу. На секунду всем кажется, что сборная Уссурийского района остается без своего главного форварда, однако Виталий Наливкин быстро ставит на ноги травмированного Андрейченко двумя точными выстрелами и снайперской винтовки. Получив очередной заряд бодрости, сборная команда Виталия Наливкина перед самым концом первого тайма все-таки сравнивает счет, забивая гол в ворота Спартака. В перерывах между таймами обе команды, как и положено, проводят работу над ошибками. Спартаковцы, не покидая поле, настраиваются на второй тайм и обсуждают тактику по взятию в ворот Уссурийцев, в то время как сами Уссурийцы в полном составе решили отметить забитый гол и выяснить, кто из них хуже играет на поле. Поставить точку в данной дискуссии и вернуть команду к игре снова помог Виталий Наливкин, который дал понять своим игрокам, что расслабляться еще очень рано. Второй тайм снова начался с жесткого прессинга со стороны московского Спартака и только мастерская игра голкипера сборной Уссурийска спасает команду от разгромного счета 2-1. На 48-й минуте команда Виталия Наливкина получает штрафной удар из-за слишком агрессивной игры нападающего и полузащитника, но Виталий Наливкин приходит на выручку своей команде, поразив мяч бронебойно-зажигательным боеприпасом. На последних минутах второго тайма сборная Уссурийского района предпринимает последнюю попытку взять ворота соперника, но напарывается на глухую оборону со стороны спартаковцев. И вновь на помощь своей команде приходит Виталий Наливкин, у которого всегда есть что противопоставить сопернику в таких случаях. Воспользовавшись ситуацией, нападающему Уссурийской сборной Алексею Андрейченко на последних секундах удается реализовать момент и забить ворота соперника победный гол. В результате чего сборная Уссурийского района вырывается вперед и побеждает московский «Спартак» со счетом 2-1. Радостная команда благодарит своего тренера за победу в столь непростом матче с равным по силе соперника. Вручив победителям главный приз, Виталий Наливкин подчеркнул, что для хорошей игры и победного результата совсем не обязательно платить футболистам огромные гонорары. Достаточно просто хорошей мотивации со стороны тренерского штаба. По его словам, именно такая тактика и поможет сборной России по футболу и ее новому тренеру проявить себя на предстоящем футбольном чемпионате мира. Также Виталин Наливкин добавил, что для тех, кто решит развиваться в других направлениях, есть онлайн-школа дистанционного обучения «Скиллфэктори», которая позволяет максимально эффективно осваивать новые профессии в IT-индустрии. 14 сентября в 19.00 на платформе «Скиллфэктори» стартует бесплатное онлайн-мероприятие «Айти Рентген», на котором любой желающий сможет пройти тестирование, чтобы понять, какие IT-направления ближе именно для него, а также с помощью специального профориентационного онлайн-квеста «Карта IT-профессий» найти свой путь в области информационных технологий. Кроме того, на квесте вы сможете сделать первые шаги в диджитале, написать код, создать дизайн, сайт, чат-бота и даже искусственный интеллект. В «Скиллфэктори» обучат любого на тестировщика или помогут освоить код, а для тех, кто более опытен, есть дата-сайенс и аналитика. Творческим личностям дизайн, а управленцам проект и продакт-менеджмент. IT – это не для избранных, это для всех. Рассказав о данном мероприятии, Виталий Наливкин в обязательном порядке поставил задачу переходить по ссылке в описании, чтобы записаться на IT-рентген и как можно скорее просветить себя на предмет IT-профессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова